Здорово, Маржесам Платон! В принципе, это разговорное видео, но не думайте, что тут все так будет, типа подкаст. Не, тут все-таки я буду всякие картинки и вставочки вставлять, но в целом это разговорное видео. Никого я не заставляю это видео смотреть, но если вам интересно, что на моем канале происходит, то советую посмотреть это видео. Почему нет? И да, чтобы вам не было скучно, пау! Все, теперь тут все с музычкой будет. Первая тема у нас будет, почему нету видосов. Не, ну, типа видосы есть, но почему они редко выходят? Я вот так смотрю, у меня неделя, две или там больше, это обычное расстояние между видео. Я думаю, что-то менять надо, потому что не знаю как-то. Потому что не знаю, классная фраза. Не, если реально, то надо что-то менять и почаще, я думаю, будут выходить ролики. Еще насчет роликов, также, сори, что нету третьей серии бродячих. Я про нее помню. Я не знаю. У меня, во-первых, на телефоне пропали картинки. Вот это в начале серии. Ну, я тут на экране вставлю, потому что мне это лень объяснять. Да, я думаю, вы все и заметили, что я какой-то ленивый. Ну, потому что вот я говорил в подборке моих коротких видео, что мне стало лень делать в обычном формате, что я каждой своей фразе картинки делаю и текст. Что теперь только этот морж будет. Не только, конечно, я буду там текст озвучивать. Не, вы не думаете, я не читаю текст. Я сначала говорю что-то, импровизирую, а потом уже к этому текст делаю. Ну, из-за этого я устаю, честно говоря. Лень стала. Ну, вот. И еще один ролик. Это вопрос-ответ. Его до сих пор нет. Я уже не знаю, сколько месяцев прошло. Но, думаю, полгода как минимум. Ну, честно говоря, его нет, потому что нет вопросов. Реально. Если накопились какие-то еще вопросы, там побольше всяких вопросов, то можете перейти на тизер к вопросу-ответу. Возможно, я все-таки этот вопрос-ответ сделаю. Не знаю. Еще я хотела сделать ролик про одного человека. Вова 2006. Кто это? Ну, если вкратце, то комментатор. Обычно под таким качественным контентом, по-бравлу именно, ну, в целом под такими ютуберами, которые тупо из тиктока перезаливают шорцы. Ну, а у этих ютуберов и свой контент есть. Ну, конечно, мы сейчас не про них. Мы именно про этого комментатора. Я хотел про него отдельный ролик сделать, но я не знаю, как-то не получилось. Если вы хотите глянуть вообще, что происходит, то я в описании оставлю ссылку на кое-какое видео. Ну, короче, вот, ну да, по-бравлу в шорцах. И, короче, там он написал коммент, типа, я снимаю лучше. И там вроде это было под видео про Рока. Ну, вообще, про Рока, если не обращай внимания на шорцы, ну, имею в виду вот эти перезалилы, то в целом у про Рока нормальный контент. Мне, например, понравился ролик, где он там показывал катки, где он попался против ММА. Это не реклама, но мы сейчас говорим про этого Вову. Вот он написал, что я снимал лучше, и там такое началось. Короче, ссылка в описании. Возможно, я уже задолбал про ролики говорить, но про что еще? Ну, короче, сейчас уже не про ролики, в принципе. Я вот уже завтра уеду на море. И не думайте, что видосов не будет. Я в самом начале говорил, что видосов стало мало. И, ну, во-первых, я хотел бы снять вторую часть Рыбника. Ну, мне самому Рыбник очень понравился, честно, такой, с юмором прямо. Во второй части там, скорее всего, будет, откуда пришла рыба, там, ее дом, море. И там, кстати, еще хотел сказать, чтобы не было вопросов, типа, кто это такой? Вот этот вот... Ну, привет, стрекозел! Ну, я его назвал стрекозлучник. Он как бы из лука должен был стрелять, но как-то не получилось. По идее, в конце первой части Рыбник превратил стрекозлучника в блин. Ну, не знаю, возможно, стрекозлучник возродится. Еще, кстати, мне помогала моя мама со съемкой немножко. Ну, например, когда стрекозлучник бежал Рыбникой... Ну, или когда стрекозлучник Рыбника, когда Рыбник такой, ай, я победил! И еще, когда на повелителя времени она скинула одеяло. Прикольно было. Одеяло перелетело еще, кстати. Оно вот попало на своеобразный Лего-город. Ну, это как бы Лего-Марио у меня есть. Сейчас я прикреплю картинку. И еще несколько интересных фактов о Рыбнике. Ну, во-первых, повелитель времени это была отсылка на трейдобмен с подругами, кто не понял. Во-вторых, рыба Рыбника это красный окунь. И вообще, это рыба. Ну, это третий факт. Это как бы изначально был пенал. Но мы с моим братом туда положили пупырчатую плюнку. И она стала такая... Вы знаете, когда бьешь ее об ладонь, то такой звук получается. Сейчас я найду эту рыбу и покажу. Конечно, на видео не так слышно. Но в реальности прям такой хлопок прикольный. Если у вас есть такая рыба-пенал и пупырчатая пленка, то тупо засуньте эту пленку и ударьте этой рыбой об ладонь и будет такой звук. Ну, не такой, как на видео. Я говорил, что более такой хлопок. Ну, и последнее, что я сейчас хочу сказать, это то, что у меня есть свои треки, которые я на ютуб, кстати, не выкладывал. Например, во все время разговора, как по мне прямо, шедевр. Конечно же, ссылка в описании. Я это делаю в приложении Рэп Фэйм. Даже не в самом приложении, это я в Кайн Мастере делаю, а потом уже туда загружаю. Ну, в принципе, вот. Ну, так как у меня уже ничего в голову не приходит. Хотя что-то приходит, но я думаю, достаточно уже такого ролика. Я думаю, уже пора прощаться. Поэтому с вами был Платон. Пока, Маржи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok